Подожди. Сейчас. Подожди. Мне надо зайти. Вот я сейчас зайду. Смотри, какое торможение-то идёт. О-о-о, она как тормозит. Сейчас я в сообщество зайду. А тебе-то... Подожди, меня не... Ты гляди, она даже не открывает. Сейчас. Желательно, что тебя нету в этом, в Mail.ru. Ты бы всё это получал. Так, минутку. Минутку, минутку. Она не открывает. А я сейчас в другом сделаю. Я сейчас зайду в архив, в архиве вытащу. Ага, вот она где. Минуточку. Вот вызвано. Так. Здравствуй, друг. Сейчас мы её найду. Или копал экскаватор. И там экскаватор стоит. О-о-о, и там что? Ну, слушай, я тебя прочитаю. Вот. Она там экскаватор и всё. Библия. Начинается так. Иоанна 5.39. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Второе. Колоссиным 4.16. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Ладийкийской церкви. А то, которое из Ладийкии, прочитайте и вы. Я в скобках пишу. Послание апостола Павла к Ладийкийцам безнадёжно утеряно. А вот дальше стихотворение идёт. Копал экскаватор глубоко траншею. И вытащил древний сундук. Случайный прохожий вытягивал шею. Потрогать тянулось множество рук. Какой-нибудь клад сообщить надо будет. И где-то в отделе хрипел телефон. Толпа возрастала, давила всей грудью и липла, как в очередь, на стадион. Стоял инвалид с левопытством мальчишки. Вопросы блуждали по лицам. Нашедший поддел монтировкой и крышку. Не стал дожидаться милиции. И слевшие тряпки, газетное клочья. А дальше сокровища книг. И кто был до мудрости книжный охочий. К источнику знания приник. От Марка, Матфея, Луки и Иоанна. Читают на жёлтых страницах. И новый, неуличный кадр на экране. И целая гамма на лицах. Нашёлся знаток исторических данных. И Библии книгу назвал. Сундук разобрали тот час по карманам, а ящик спихнули в отвал. Кто знает про то, как он здесь оказался. И жив ли хозяин его. Но каждый, кто к книгам теперь прикасался, молился в душе за него. Библейские строки писались веками. И авторов кровью кропились. За тридцать столетия разрушились камни. А с Библией Божья милость. Тираж её общий всегда возрастал. И в апогеи эпохи. А были моменты, и едва кто листал в огне уцелевшие крохи. По тюрьмам и каторгам эти листочки чудом чудес проникали. Изорваны, смяты, слезами подмоченные, ночами их переписали. Кто к этим страничкам душой прикасался, те встречи с Иисусом имели. У многих знамением сложились пальцы. Те троицы гимны воспели. Игнатий Лапкин, тюрьма, октябрь, 80-й год, Барнаул. Он что, в 80-м году написали? Да. Тридцать два года назад. Тридцать два года назад стихотворение написано. Но как? Ну, на то, тут понятно. Ну, всё нормально. А вот теперь смотри, другое. Всё нормально. Ну, допустим, здравствуйте. Как мы здороваемся? Что руки наши? Тут все знают, что рука означает. Вот. А на самом деле не так просто. Вот слушай, что. Ну, слушай, исход 9.29. Моисей сказал ему, как скоро я выйду из города, простру руки мои к Господу. Громы перестанут, и града боли не будет, дабы ты и узнал, что Господь не земля. Исход 17.11. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Азраиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Здравствуй, друг! Мы дорогому другу, лишь узрев его издалека, пятернёй протягиваем руку. Значит, дружба вечна, на века. Так нас научили. Значит, надо жестом выражать души порыв. Как рука в руке с тобой мы рядом, невозможно ссора и разрыв. Стоит очерчать и осердиться, пятерьмя сжимается в кулак. Посмотри на лица палестинцев, их сослали, как в страну гулаг. Но они решимостью твёрдые, руки вверх и пальцы букву В. Знак победы. Пусть я даже мёртвый, не смирюсь и не сойду в кювет. Вот рука, как взлёт аэроплана. Хайль, кричат, открывшая хайло. Знак фашизма. Всё идёт по плану. Появилось. Сгинуло. Ушло. Сколько знаков пальцы выражают. То поманят, то укажут вон. На троих они соображают. Есть у них особенный закон. Всё-то человечье и не вечно. К голове приставлена ладонь. Пальцам у виска тебе не легче, если дураком назвал бы он. Вот везут Морозову. Везут. Столько лет следов её не видно. Но два пальца не сковал и суд. И врагам её до слёз обидно. Нет. Не победили, не сожгли протопопа в пустозёрске лютом. Два перста шагнули, перешли через клеветое перепутье. Так молились деды. Издали прологи и жития вставали. Их народы вешали и жгли. На арену зверю отдавали. Вырезали, вытянув язык. Веру и шли, рыкал прокурор. И крестились. Каждый так привык. И ложились руки под топор. Этот знак победы над врагом. Враг бежит от имени Иисуса. Взмах руки, как молния и гром. Потому крестом я знаменуюсь. 83-й год. 17-го августа. Игнатий Лапкин. Как? Игнатий Игоревич, стихи хорошие, но иногда нет рифмы. Вот что мне, понимаете, ну, признаете. Но хороший смысл глубочайший. Но вот, я говорю, она как-то нет такой рифмы, чтобы была такая... Ты ничего не понимаешь в этом. Тут как раз и говорится, что такая рифма, мне, говорит, никто не встречал. Настолько необычная рифма. У меня не как Бог, а там любовь, вновь, кровь. Ты посмотри, какая рифмовка удивительная. Там с депричастия, с глаголами, с междометиями. Заходят не просто люди, а которые пишут прекрасные стихи, книги печатаются. И они, говорят, первый раз встречаем такую рифмовку. Ты просто не можешь дойти до этого. Не можешь дойти. А вот смотри. Гляди, я прочитаю тебе. Ну, сначала там Матфея. Идет богоносец священный Игнатий. Конвоем солдат окружен. Родные в печали, печальные братья, толпа из детишек и жен. И все понимают, что он невиновен, а болган с отрапами зла. Прощально приветствует духом спокоен. На нем не повисла хула. И хидно движением руки отрисает, любовью сияет глаза. И бьет супостата священным писанием. Мужеством полнится зал. Хочу быть пшеницей за правду Христову размолот на львиных зубах. Плающий факел в железных оковах. Империей в будущем крах. Я жажду испить смертоносную чашу. Бог в моем сердце живет. Пусть звери зубами все тело распашут. Страдания мне слаще, чем мед. Живу, ожидая последние минуты. Иисусу любовь покажу. Мой дух свергнет тело томления путы. Всю жизнь на алтарь возложу. Любите епископов. Церковь храните. Чужим не внимайте отнюдь. С бессмертием всюду незримые нити. Страданием, терпением куют. Хранитесь. Хранитесь от ересей разных. Кто церковь покинет, погиб. А ропот на церковь страшнее заразы. Не брать еретических книг. Светильник на небе. Промщались столетия. А львы на арене так близко. И страшно подумать. В газетные сплетни, в этапы отправил епископ. Тиары, эмитры и хор камелавок пред кесарем низко склонились. Господня ревность сосуды расплавит. Простит ли нас, Божья милость? Тюрьма, 86-й год. Игнатий Лапкин. Как? Ну вот ишь, доходишь же. Я не говорю, что я ж... Ты просто, отец, мало слышишь. Это я слышу, но поэтому я не как-то не... Меня судили, вот КГБ, КГБ разбирался, а ты не разбирался. Вот слушай, я тебя прочитаю. Стихотворение, которое у меня стоит в обвинении, меня его на суде засчитывали. Так вот что? Да, клуб называется. Стоит громада камней и гранита, культуры храм безбожия каньон. Здесь старый мал российская элита, глазеющая в прошлое свое. Писал Некрасов, где была молитва, курение амбра восходило здесь. Теперь гудит, как Куликова битва, разврат, гордыня, матерщина, спесь. Клуб атеизма, черный клуб из дыма, да преисподней жуткая дыра. Дрожит экран из савана Холстина, убийство душ подсмертное ура. Поток из лжи и камнепад хуленей, как селевой обвал несется в зал. Припомните, как вилл коварный Ленин об этих душегубках предсказал. Кратчайший путь к людским умам и душам. Экран в грязи и теле издали, смертельной хваткой пепелят и душат. Огонь страстей, безбожья тартар стужи, Россию к катастрофе привели. Восьмидесятый год. Арест. Да как же вас было не арестовать за эти вещи? Да еще вам мало дали, чтобы если вы там видали их супа. Это же был Бог их, Бог чрева, слава их, срами. Так и у вас. А вы покусились на самого святого коммуниста. Иван Тихонович, все, у вас прекрасные стихи. Стих, смысл денег. А вот смотри, политически я тебе прочту. Касается на сегодняшний день. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные, необвязанные, не смягченные. Исайя 1.6 Колчак плывет, ушел под лед. Последние слова его какие? В Ипаттевский подвал сам царь идет, дуплетом черный шар кремлевским кием. Митрополит Филипп в Малютинской петле. Релееву дыхания не хватает. Россия варится в Ульяновском котле. Краснеет Русь с приставкой святая. Ни просвор, ни икон в пасхальный день, кожанки, портупеи и наркомы. Плен Вавилонский и ГУЛАГа тень, коммунистической язвы и саркома. Останки колоколин и мощей с Останкинскую башню прославляют. Над площадью Совета в чудище Кощей, Картава через усилитель лает. История скукоженной страны, кищащейся позором и развратом. Пир пьяных вурдалаков сатаны. Опять все повторить? Вернуть обратно? Ни патриарх, ни сон попов довольных пророческим глаголом нас не жгут. За коммунистов голосуйте! С колоколин летят пристовки выживших малют. Россия, бедная, подол на голове. Расхристанная вдрыск после пожаров. Серпаста-молоткастый разбойник соловей. Свистит, улещивает с батюшкой на пару. О, оболваненный народ своим камланием шаманят по эфиру неспроста. Замироточили иконы православия, канонизации без самого Христа. С ним не советуются, он уже не нужен. Евангелие спрятано в ковчеге. В ход царства Божия становится все уже. За все, за все мы будем все в ответе. Игорь Тихонович, за все, за все будем в ответе. И вот вы там сказали о канонизациях, я тоже эти, эту сторону церковной жизни совершенно не понимаю. Как могут хорошие, пусть наши достойные архиереи, святители, но почему они восхитили суд Божий в свои руки? Почему они решили ставить? Кого направо, кого налево, не по ним признаю мученикам, но объяснить и понять не могу. Никак. Уже сколько лет я пытаюсь. Почему человек вписывает в канон, в святки тех, кого они сами решили там. Ну еще же суд Божий будет. А ты слышал у меня стихотворение, которое поется, что скажет Бог? Ну, наверное, эту тему. Прочтите, если есть. Что скажет Бог, то изреку и я. Заученная фраза у Михея. К такому в рот не заползет змея. Не нанесет он в уши ахинею. Его заклинило на этих вот словах. Что грамота, дипломы, институты. Не умолчу. Вы можете плевать. Кто поступал, иначе были плуты. Михея просит все архиереи умолкни. Изреки добро о президентах. Он снова наяву в эфире реет, разоблачает и рощака агентов. Жив мой Господь, что скажет мне мой Бог, то изреку и я не словечко против. Замучились с Михеем, сбились с ног. А он за старое. Пророк совсем не кроток. Патриархийное священство в рот глядело уполномоченным, поставленным от власти. А он один твердил свое так смело. За стол не лез отведать горькой сласти. Жив этот Бог Михеев и сегодня. С утра он жив. Все то же, что вчера. Он ищет вновь таких, кто в деле годен. И страх имеет, как изрек сирах. Напротив одного, живущего в презрении, с кодилами сенот и патриарх. А он для них в горшке разводит бренья. От ревности мирской всыпает прах. Он поет их. У них вспухает лона. Вы видите пузатый легион? Панаги лежат чуть-чуть с наклоном. Не могут совершить они один поклон. Опухшие, продажные, слепые, не могут до купальни добрести. О, сколько жеребцов! Не хватит пыли! Кому доверились мы, Господи, прости! Михея просит все архиереи, умолкни! Изреки добро о президентах! Он снова наяву в эфире реет. Разоблачает и рощека агентов. Ну и что? Не вы у нас Михей. Там кто-то стучится, иначе. Понятно. Иди узнать, кто стучит. Они за Ромов Гавадский хотели там сходить. Израиль-Юдейский. А там нет, да-да. Игнатих Ильич, ну, спасибо вам за ваше... В мейл-у заходи скорее. Сейчас. Другие, сейчас нужно приход уже ехать. Так, все, я ушел. Отец, выключай только все. Давай, выключай. Ангелова хранителя. Давай, спаси, Христов, благословляй. Бог вас благословит. Выключай. Не выключилось еще? Так. Ну, я вас вижу, как? Я бы... А у меня вообще попало все, как я сейчас... Сейчас, Игнатих, еще раз выключайся. Ну, ты меня видишь еще? Нет. Нет, не вижу, все. Так, ну, теперь я буду выключать. Вот сейчас я не вижу. Ты слышишь?